Окей-докей, всем саляму алейкум, рахматуллах и барахатуллах, просто несколько месяцев я пропал, потому что с утра до вечера вот занят вот этими процессами, о которых вы сейчас услышите. It's like in social media presence, they have like the low-low-low followers, like, as you can see. At first, this club only, only, business owners, the president, managing director. Короче говоря, я решил заняться бизнесом. Один из самых трудных вопросов для меня всегда был поиск баланса между религией и дунией, то есть поиском риска. Риском в исламе называют достаток или удел, предписанный Аллахом. Любое дело, которым ты занимаешься, собирает тебя с головой. Каждый день я выхожу из дома, встречаюсь с людьми, провожу встречи, конференции, строю планы и совершаю разные сделки. И сказать, что поиск риска не влияет на тебя, не забирает твое время, твои силы, эмоции и не отвлекает тебя от религии, это, конечно же, очень трудно. Также нужно учитывать то, что появление большого достатка, оно побуждает тебя тратить его. Хочешь или не хочешь, ты будешь покупать себе дорогие вещи, машины, дома и так далее. Так устроена жизнь, и в этом нет ничего плохого или запретного. Но вот дилемма. Как сделать так, чтобы это не отвлекало тебя от Аллаха и от его религии? Намерение. Помните аят в Коране, где Аллах велит пророку, саллиллаху алей-всаллим, сказать многобожникам, «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть, они посвящены Аллаху, Господу миров». Но что это значит? Как понять эти слова? Это значит, что все твои дела, будь ты хоть призывающим, или учителем, или бизнесменом, кем бы ты ни был, вся твоя жизнь, все твои дела, они должны быть направлены к Аллаху и должны быть совершаемы ради его довольства и в рамках его закона. К примеру, учитель, обучая детей какой-либо науке, намеревается достичь посредством этого благого дела довольства Аллаха и вырастить поколение образованных воспитанных мусульман, которые будут сеять добро на земле и распространять ислам. За это он надеется получить награду от Аллаха. Даже одно намерение ни от кого не зависеть и не сидеть ни у кого на шее, одно это намерение достойно уважения и приближает человек к Аллаху и его удовольству. Поэтому для себя я решил этот вопрос так. Чем бы я ни занимался, я буду стараться обернуть это дело в пользу мусульман и ислама. Кроме всего этого, я решил начать интенсивно изучать арабский язык, так как мне объяснили, что верю к знаниям является знание арабского языка. До новых встреч и всем ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok Все.